Разовая амнистия участникам январьских событий объявил сегодня президент. Коснется она только тех граждан, кто не совершил тяжкого преступления. Также в своем послании Хасмжимар Тукаев затронул проблему синтетических наркотиков и анонсировал масштабные изменения в системе правосудия. Подробности у Рауля Габитова. Больше полугода прошло с момента январских событий. Но расследование произошедшего длится до сих пор. В ходе выяснения обстоятельств появляются новые факты. О них регулярно отчитывается Генпрокуратура. По последним данным, за участие в беспорядках, совершение краж и грабежей, за хранение оружия осуждены 717 человек. Часть из тех, кто совершил преступление средней тяжести, попадут под амнистию. Об этом в послании заявил президент страны. Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти. Под амнистию не попадут и лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также применявшие бытки. Масштабные изменения в системе правосудия анонсировал Касымжо Мартокаев. В сферу привлекут опытных специалистов, чистых от коррупции. Судьи, по словам главы государства, не должны зависеть от своих коллег, которые стоят выше по службе. Поэтому статусы судей уравняют. Многие позиции председателей судов будут преобразованы в судейские должности. Предлагаю применить выборные механизмы при отборе самими судьями кандидатур на должности председателей судов и председателей судебных коллегий. Необходимо приступить к внедрению элементов выборности судей Верховного суда. Для этого президент будет вносить в Сенат кандидатуры на альтернативной основе. Внимание президент обратил и на рост потребления синтетических наркотиков. За последние несколько лет их объем, изъятый из незаконного оборота, вырос в 10 раз. При этом с каждым годом запрещенные вещества становятся дешевле и доступнее. При желании их можно легко купить в социальных сетях. В связи с этим Касымжо Мартокаев поручил разработать комплексный план по борьбе с наркобизнесом.